Здравствуйте, коллеги! В этом ролике я хотел бы рассказать о возможности единой сверху в плане объединения основных средств. Из пункта 29 по ГУ-601 следует, что слияние двух и более объединенных объектов основных средств не является выбытием основного средства. В результате слияния объектов основных средств и единый объект фактический состав имущества организации не изменяется. Не возникает ни доходов, ни расходов в виде стоимости объектов основных средств. В приложении письму Минхина России 28 декабря 2016 года сказано, что изменения, разукрупнения, объединения инвентарного объекта основных средств, не влияющие на финансовое положение организации, финансовый результат ее деятельности или движения и денежных средств на синтетических счетах бухгалтерского учета не отражаются. Для объектов недвижимости преобразование предусмотрено частью 1.2 статьи 41 Закон о госрегистрации недвижимости, пункты 46 и 63 порядка введения ГРФ. Вновременно со снятием с учета и регистрации прекращения прав на исходные объекты осуществляется кадастровый учет и госрегистрация прав на все образованные объекты. Это часть 3 статьи 41 Закон о госрегистрации недвижимости. В документе объединения ОСС доступна следующая учетная операция. То есть можно объединить в новое основное средство, позволяет принять к учету новое основное средство, объединить в несколько исходных основных средств и присоединение к существующему основному средству, позволяет к принятному к учету основному средству присоединить одну или несколько других основных средств. При этом исходные основные средства всегда снимаются с учета. Объединить можно объекты любой группы основных средств. Документ объединения основных средств доступен в международной версии и в редакции 2.5.1.s.e.рp. В месяц, в котором происходит объединение основных средств, не должно быть документов принятия к учету основного средства и модернизации основного средства, оформленных под тем основным средствами, которые объединяются. Данное техническое ограничение действует, если амортизация начисляется по стандартам международного учета и документ обвинения основного средства отражен в управленческом учете. Для обхода данного ограничения рекомендуется оформить документ обвинения ОС в управленческом учете в следующем месяце. Ограничения проверяются при закрытии месяца. Если хотя бы у одного основного средства указано направление деятельности в карточке основного средства, то остальные хосты, оно должно либо совпадать, либо быть незаполненным. А у нового основного средства всегда должно совпадать. Не допускается объединять основные средства, полученные или переданные в аренду, полученные по договору лизинга. То есть эта операция возможна только на собственными основными средствами организации. Также не допускается объединять основные средства, если по некоторым из них начислен износ по еналогу. Износ начисляется на забалансовый счет 0,10, и с этого счета нельзя перенести сумму износа на счет 0,2-0,1. То есть поэтому, собственно, и невозможна эта операция, так как нужно переносить сбалансовый счет и на сбалансовый счет. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в программе. В разделе «Внеоборотные активы» можно либо вызвать, создать документ из списка документов по основным средствам, либо можно вывести в меню список только этих документов. То есть для этого по настройкам выбираем вид документа. «Объединение основных средств». И в меню у нас появляется соответствующая команда, соответствующая ссылка на список документов. Здесь я уже создал один документ. Давайте его посмотрим. Что здесь заполняется? Номер документа, дата документа по умолчанию заполняется порядковым номером документа. И дата документа по умолчанию подставляется в текущие системные даты. При необходимости можно поменять. То есть выбираем, в каком виде учета отражается документ. То есть можно отражаться и в управленческом и регламентированном учетах. Можно только в управленческом учете, либо только в регламентированном учете. То есть таким образом, по видам учета, можно разделить, отразить документ в разных месяцах. То есть, дальше заполняем организацию, материальное ответственное лицо, адрес расположения основного средства. То есть, поскольку у меня операция стоит объединение новое основное средство, то, соответственно, это будет адрес нового объединенного основного средства. И дальше выбираем события. То есть, потом в отчетах можно будет увидеть, какое событие вызвала данная операция. Можно выбрать достройку, вид события, либо прочее. Выберут прочее. Можно объединять однотипные основные средства. Можно объединять основные средства разных типов. Разница в работе документа получается следующая. То есть, если мы объединяем однотипные основные средства, то у нас не нужно устраивать настроение. То есть, если я поставлю галочку объединение основных средств, однотипные. То у нас пропадает закладка отражения расходов. Ну, параметры у нас остались. Дальше на закладке «Объединяемые основные средства» мы выбираем те основные средства, которые хотим объединить. Можно воспользоваться по окну «Добавить». Тогда мы вручную подбираем основные средства. Либо мы можем воспользоваться механизмом подбора. Тогда у нас открывается справочник «Основные средства», который должно быть принято к учету. Числятся в выбранном в шапке документа подразделения. Выбраны организации. И здесь в списке мы можем выбрать уже несколько основных средств для объединения. Также здесь можно по команде показать параметры учета, увидеть те параметры учета, по которым на данный момент объединяемые основные средства будут учитываться. На закладке «Параметры учета» мы можем выбрать порядок учета, то есть это будет ли начисляться амортизация на новое основное средство. Либо не будет, выбрать амортизационную группу, указать срок использования. Здесь нужно указывать еще остаточный срок использования. То есть, поскольку объединяемые основные средства уже какое-то время были в эксплуатации, срок службы их соответственно уменьшается. И здесь можно указать тот срок службы, который остался для начисления основного средства, для начисления амортизации по основному средству. Также здесь можно выбрать метод учета амортизации. Это линейный, уменьшаемого остатка, либо по сумме чисел лет срока полезного использования и так далее. Бухгалтерский учет можно заполнять параметры для начисления амортизации в бухгалтерском учете. Можно заполнять отдельно от налогового учета, отдельно от управленческого учета. То есть, в каждом из видов учета можно указать срок использования, остаточный срок, порядок учета амортизации. И, соответственно, амортизация будет начисляться по разным правилам разных видах учета. Также нужно указать группу финансового учета, которая будет определять, какие проводки будут сформированы по новому основному средству. То есть, там можно учитывать их на разных счетах учета. На закладке «Отражение расходов» здесь можно выбрать ту статью затрат, которая будет использована при начислении амортизации после объединения основного средства. Также можно указать аналитику расходов для управленческого учета. И для имущественных налогов можно указать отдельно статью расходов, на которой налоги будут учитываться. Можно указать либо существующую статью расходов, либо сделать свои. Так, вот я укажу прочие операционные расходы и с аналитикой тоже прочие расходы. Для статьи расходов должен быть обязательный указан счет, на котором будет отражаться эта операция. То есть, это у нас, соответственно, основные закладки, заполнив которые мы можем провести документы и отразить объединение в новое основное средство. Здесь же можно выбрать и присоединение к существующему. После проведения документа, документ проводится, если все обязательные реквизиты заполнены. Сейчас еще раз я его проведу. После проведения документа, можно уже отразить документы в учете. Давайте посмотрим, какие проводки у нас получились. То есть, у нас по дебету 0.1 счета идет объединенное основное средство, по кредиту ОС-1 для объединения. То есть, у нас с 0.1 счета 0.1.01 уходит первое основное средство для объединения, уходит второе основное средство для объединения. То есть, те основные средства, которые мы выбрали для объединения, они снимаются с учета, получается у нас одно основное средство. Также у нас аналитика по 0.2 счету, полночисленная амортизация, также меняется. То есть, у нас 0.2 счет, амортизация на 0.2 счете увеличивается по основному средству для объединения. И убирается у нас с тех основных средств, которые мы списывали. Вот таким образом у нас документ работает. Здесь можно увидеть сумму очистенной амортизации, стоимость тех основных средств, которые объединяются в новое. Стоимость нового основного средства складывается как сумма объединяемых. Вот таким образом в конфигурации 1С ERP редакции 2.5 можно из нескольких основных средств сделать одно. Вот так работает этот механизм. Спасибо за внимание. Рад был рассказать о новых возможностях конфигурации 1С ERP. Редактор субтитров А.Семкин